всем привет мои светлячки я алена вы на канале 30 плюс я медицинский психолог и нутрициолог сегодня с вами говорим про депрессию и о депрессии без прекрас сегодня с вами поговорим потому что эта тема будет актуально много-много лет и когда у меня спрашивают а зверобой поможет а прогулка поможет а сон поможет мне хочется сказать вам что в этом ролике я расскажу действительно то что может влиять на ваше состояние это что депрессия действительно бывает достаточно серьезной и мешает человеку работать жить и финансово становиться тем кем он должен напоминаю что в обществе очень очень много есть дезинформирующей информации то есть это все и читала и это настолько большой бред в университете тоже рассказывают все по науке а сейчас я вам расскажу про то что я наблюдала всего лишь за 10 лет работы с неврозами депрессиями тревогами и соответственно выхода из этих ситуаций я не хочу это называть какой-то болезнью потому что и так человек из себя максимально чувствует дискомфортно напоминаю если вы чувствуете что у вас есть такие нотки пройдите по тем тестам которые я давала и которые действительно дают вам возможность понять это депрессия или это какой-то экзистенциальный кризис или это просто временная какая-то история напоминаю что депрессия это та ситуация в которой не просто ничего не хочется здесь не хочется вообще в принципе не жить а просто так вот существовать депрессии не являются траур состояние утраты близкого экзистенциальный кризис когда есть бессмысленность жизни также депрессии не является эмоциональное выгорание то есть истощение ваших ресурсов это не депрессия все это состояние дистемии которые можно отрегулировать то есть выйти из этого состояния настоящая депрессия это уже совсем про другое почему потому что настоящую депрессию распознавать во многих случаях не умеют что носители депрессии что окружающие депрессивного человека они думают что он в принципе какой-то меланхоличный или в принципе у него какие-то просто свои загоны на самом деле это не так физические реакции они достаточно страшные и неприятные эмоциональные еще хуже мыслительные туда же если мы с вами говорим про депрессию то конечно депрессия характеризуется совокупностью целой огромной палитрой чувств и эмоций и здесь мы с вами говорим про мыслительные негативные эмоции эмоциональную какую-то нестабильность физические реакции как говорят как камень на сердце а снижение аппетита сонливость безнадежность бывает какие-то физические реакции говорят что как будто бы камень на сердце и это правда у человека в депрессии бывают две парадигмы он ли от и объедается или у него вообще нет аппетита снижение аппетита это тоже такая яркая история упадок сил и нет энергии а если мы с вами говорим про поведение обычно это человек который отказывается от деятельности и у него появляются какие-то другие проблемы оля лень апатия слабая сила воли на самом деле это дело не в воле у кого есть риск впасть депрессию обычно это еще и генетика кстати есть люди у которых снижена возможность усваивать там витамин d у которых есть какие-то наследственные генетические проблемы и действительно это люди у которых генетически меньше рецепторов в головном мозге к серотонину их дофамину то есть у кого-то это в принципе нормально или чуть-чуть снижена а у кого-то это генетически так так обусловлено человек не виноват абсолютно в этом грубо говоря одна девушка оргазм получит на первой минуте а вторая на третьем часу будет все ждать свой оргазм также про депрессии у одного этой патологии генетики абсолютно нет он может это создать только своим образом жизни а второй это создает действительно вот так потому что чуть-чуть что-то не то и у него включаются гены другой момент социальный фактор депрессии он очень серьезный потому что это поведение окружающих безразличные гиперзабота какая-то с беспокоенностью злость на депрессивного человека либо бывает одиночество и это все действительно максимально максимально влияет дальше мы с вами говорим про депрессию и дефицитарные состояния многие мои клиенты они не знают о том что микроэлементы способны влиять на головной мозг если человек получает некачественную еду некачественное сырье в организм он действительно постоянно болеет и простите это не кризис другой момент депрессия бывает связано с тем что человек в принципе в принципе генетически как я сказала предрасположен но также у него есть физиология и если сломать на даже у самого здорового человека физиологию дать ему не тот корм то человек будет испытывать тревогу и это может привести к депрессии конечно депрессию можно лечить у психолога можно лечить у психотерапевта но я считаю что самое важное это комплексная работа со своим психологом медицинским и плюс нутрицептическая питательная поддержка потому что без нужных аминокислот без нужных минералов но никак человеку не справиться с этой историей пишите пожалуйста вопросы про депрессию кто как с этим справлялся были ли вы в терапии и получалось ли у вас выходить и еще один момент напоминаю что социальный фактор депрессии это окружение и безразличие гиперзабота это тоже очень сильно влияет на депрессивного человека либо же одиночество когда он постоянно сам по себе поэтому смотрите мои ролики подписывайтесь ждите новых видео в которых я дам самую полезную информацию для вашего физического и психического здоровья